Телеканал КРТ представляет Наш очередной выпуск 3К И я хотел бы Видите, что у нас пока что Отсутствует гость Но я надеюсь, что он вот-вот придет Нет, подождите, на самом деле Это, наверное, ограничения, связанные с карантином Пробки Больше трех не собираться Ну, вполне возможно А кто у нас сегодня, кстати, гость? А у нас сегодня гость Супер известный ведущий Максим Назаров Я буду сказать, что наш любимый Подоплодисверсия Подарочком? Давай, заходи К Кириллу Нет, спасибо Я счастливый, Владя В туалетной бумаге Нет, это называется Средство по бороть испуг Это практически в топе С масками и перчаточками Средство по преодолению Пандемии коронавируса Это ближе, версия по преодолению Ближе, что нам бояться? А где ты нашел? Это же настолько вот дефицитный товар Серьезно? Нет, ты знаешь, типа Есть что? Знаешь, Максим такой открывает пиджак А у него там рулоны И трехслойная И такая Это как служебный роман Спасибо большое Служебный роман Легкая промышленность Работает на полную катушку Бумажная в том числе Кстати, это не единственный подарок Нам доставка Доставила еще и шапочки от Силантьева Так что мы упакованы Потому что тебе красную или синюю? Я как в матрице Тебе красную или синюю? Или синюю Синюю Все такое вкусное, да? Да, значит, я красная Твоя красная Ну и у меня с надписью Украина Так что у меня теперь комплект А тебе мы скажем Спасибо, Алексей Потому что Плавать Алексей, просто плавать 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 И не знаю Что, в принципе, мне шапочка Как бы особо Диис Силантьев А вот Наш дорогой друг Экс-депутат Олимпийский Чемпион, да Экс-депутат Радикальной партии Что ж вы не говорите Сухого плавания во время карантина Можно шапочку наделать Плывешь Максим А знаете, я Что помню? Все кто К чему Я просто представляю Как бы в этой шапочке Выглядел Лидер радикальной партии Олег Валерич Лешко Так По спортивному Готовы к заплыву А я бы это назвал Просто ничего удивительного Да? Как дела? После того, как он читает сказки Знаешь, и все остальное Ну что, нащипал А как землю ценует Тебе не нравится, да? Ну Талантливый человек Талантливый во всем Он себя нашел в новом Он теперь сказки читает Нет, знаете Я думаю, что Один, что он не ожидал Что фамилия Лешко Теперь будет ассоциироваться Не с ним Я вообще в шоке Это самое вообще Это ужасно Мало того, что в радуне прошел Еще какой-то Лешко Забирает все лавры Во время этого Долбанного коронавируса Они, кстати, потом могут Вдвоем идти Тандемом Да Это очень смешно Несмотря на то, что Вообще коронавирус Это страшная история Но я Я не представляю Насколько Олег Валерич Вот он переживает Вот он Мне кажется, он даже фамилию поменял Шоу, кто ведущий Говорит Будет Цикало, Светлаков и Ургант Да И ты только к ним пришел Да, на самом деле Решмедилова Говорит В роли Урганта Ну, конечно Исключите И Кубин Цикало А Кириллов Сто Мартиросян Светлаков А, ну да А в роли Мартиросяна Должен был быть Тигран Просто И тогда был бы уже комплект Молчанивус или как? Молчанивус или как? Что молчанивус? Литовец? Литовец Узбек Ну, видно же сразу Глаза надо держать Молчаням Молчаням Еще версии Вы знаете Вы перестанете прикалываться В стране, где президент Армянин Президент И я сейчас не ошибаюсь И это не про Украину Та-да-да-да Междан Негадан Так, что у нас по темам? Я пока предлагаю Нам посадить У нас есть все темы? Конечно, есть темы Кирилл Это мы в заставочках Обязательно У нас есть подбор Небольших картинок Что у нас вообще происходит Вокруг карантина И чем занимаются люди Сейчас наши зрители Подумают, что я ни хрена не знаю Что А можно? Можно Что я не знаю, что Зеленский не армянин Понимаете? А ты решил продолжить И развить тему Углубить и расширить Я переживаю Так работаешь? На удаленке Маломуж стайл Вот этот есть у тебя? Кальяна у меня только нет Вот кальяна Непорядок Не, на самом деле смотрите Из дома Я у себя там в инстаграме Веду прямые эфиры У меня там Был и Шари Да, Дубинский Шабанов Еще будет Гордон Еще будет несколько гостей Шабанов Я дышу чернобыльской этой гарью Я сижу в пижаме Ну как бы у меня вверх Футболочка черная А тут пижама И тапки жены Такие Кролики? Или единороги? Овечки Овечки Для у меня Для у меня нет То есть я намекаю Что производители Костюмов в Брионе Они потеряют выручки Потому что низ Уже никому не нужен будет Ну можно выпускать пижамы В Брионе Пижамы в Брионе Это Кому нужны эти костюмы в Брионе Кроме депутата Верховной Рады Я вас умоляю У четких пациков Должны быть Они будут как птиченко В масс-халатах Ходить У четких пациков Должна быть пижама С лампасами Какой-нибудь там У нас тут еще есть картинки Какие вообще путешествия Сейчас возможны В условиях карантина Максим, ты планируешь Какие-то Туалейтинг Туалейтинг А можно как-то Так надо поворачиваться Можно и туда Или сюда Ереванна Ереванна Это хорошо Ереванна Давайте дальше Двигаемся дальше Рио-де-Жир Жирнейро Ну Мой любимый город Болгонга У меня нет балкона Представляете Обидно вообще У тебя терраса какая-то Ну а вот Ломбардия Не, он живет Ломбардия Туда можно ходить Вот туда рейсы есть В Ломбардию А ты в Бельгии Тоже нету Я в Гудвайне В Гудвайне Ох, зазнайка Ну да Жизнь богатых Она такая Нет, дело не в этом Нет, только там Есть какие-то продукты Которых нет в Ватебельгии Вот так вот Откуда ты знаешь Ты в Ватебельгию не ходишь? Не, ну раньше ходил Когда-то За вот эти акционные товары У тебя просто У жены виза в Ватебельгии А у тебя уже в Гудвайне Понятно, да Он без итальянских Пармезаней не может Без пармезаней и лазаней Ну как бы ладно Окей Вот Пускай будет лазанья Вот, хорошо Я просто алкоголик Поэтому Выбираю Да, ну Время каменал Нет, знаешь Мне так надо говорить Здравствуйте Меня зовут Максим Я алкоголик И мы такие Здравствуйте, Максим Нет, нет Я Если я пью То По чуть-чуть Редко И вино Сухое, белое В разни Нет, ну вот у нас есть тоже картинка Что делать во время пандемии План борьбы с пандемией Прибывшим самоизолироваться Заболевшим Сама вылечиться Трудящимся Самодобраться Голодающим Самонаестся Умершим Самосожжеться Самосожжечься И недовольным Самозаткнуться Ну это Самозаткнуться Рекомендации супруг, наверное Да, вот эти Заменитые Все перепадано самостоятельно Последнее Это что-то из Днепра прилетело Ведом Самозаткнуться Скорее всего, да И все заткнулись И все, да Как вам, кстати, новость о том, что На Пасху Днепре и области Все закрыты дома на замке? Ну, в комендантский час Нет, так это же там Местный мер там такой чудит Мер Ну, на самом деле, говорят, что это Филатов Всех и малых мер Филатов хотел, но не успел додуматься до этого Это губернатор решил пойти на опережение И, ну, как вам Понимаешь, может быть Доварищ эксперты в комендантском часе Ребята, я думаю, что мы бы, наверное, узнали Больше о всяких сверхидеях губернаторов Если бы они были Потому что А у нас нет? А они не дозагрузили вертикаль Вообще Поэтому там, скажем так Они постоянно на телевидение выходят И на скайп что-то комментируют Скайп губернатора Ну, это новый тренд Карантинный такой Ну, вообще, на самом деле, мне кажется Что ты, кстати, вспоминал про свои инстаграмы Я тот единственный зритель, который смотрит Это я Вот он Вот он тот зритель И Саша нам просто пересказывает Конечно Саша получает плюсы Именно поэтому с Сашей я поеду на кофе Вот После этого эфира Мы вам потом не расскажем Мы вам потом не расскажем Мы откроем А у нас есть свой кофе Короче, я смотрела твой интересный выпуск с Дубинским Особенно с его стопочками Которые с шабачок Это вообще отдельная тема Но Знаешь, что мне было интересно? Слушай, очень нашумевшая новость была неделя Это минирование Октябрьская, она же Александровская больница И Александр там такую информацию интересную рассказал О том, что это То есть это вообще с него названо Александровская? Нет Она не раскрыта Этой больничке Нет, нет, нет И не уже Суперизвестная наша больничка Ну да Что там вроде как раскручивается ситуация Что это в этом может быть Но это Александр рассказал как Он же Что это помощник Тищенко Во-первых Во-первых, эту историю, насколько я понимаю Первый рассказал Возможно, кандидатом майора Киева Игорь Масичук Из своих источников полиции Он сообщил о том, что Помощник Николая Тищенко позвонил Заминировал Понятно Знаете, оно не смешно на самом деле Кардиологи Правоохранительные органы у нас работают Чем-то никогда фамилии этих источников не называют На слив иногда чаще, чем на расследовании Так это есть фамилия Источник Ну понятно Не, ну слушайте, Масичук А что он должен называть Он как истинный журналист Что он должен называть Свои источники Ну это такое Смотрите, дело в том, что, понимаете Во время обыска телефон изъяли Да, но если, понимаете Это, ну как бы Источник сообщает, что Дональд Трамп изменил своей жене Это можно придумать Да, и фиг докажешь А вот когда такие вещи Тем более, ну, представьте Помощник депутата У которого во время обыска изъяли телефон Это же данные вообще легко проверить Конечно Очень легко проверить И потом по шапке получит Масичук Ну а зачем ему терять свою репутацию По шапке получит Дубинский Да Вот Но в данном случае Оправдание Николая Тищенко Что он так сделал? И все? Нет, он так Нет, вы же видели его реакцию Полиграф Политические эти истории Мы пройдем полиграф Слушайте, но Ну, куда, кому? Нет, ну Он же собирается в Малеке А ты представляешь себе Вот эти дебаты между Гипотетичкой Ты минировал больницу Кличко и Тищенко Представляешь, что у тебя Сойдутся два титана мысли Ты будешь вести такие дебаты Если тебе предложат Скажи И секунданты у них будут Секундант Литокол Бахматов И секундантом Притула какой-то Да, и они там устраивают батл Помните, как вы выпустили к Юле Вот это все И как он Про тарифы? Да, весим Вот мне кажется Вот что-то будет подобное На самом деле Зависнет просто Если будут дебаты между Кличко и Тищенко Это будет Это будет Надо будет вводить графу В бюллетене третий пол Не-не-не-не Я просто вот Соизмеряю, знаете В голове думаю С чем бы можно было Это сравнить По рейтингам То есть у нас такого еще не было Ты считаешь? Ребят, я думаю Что на самом деле У нас был стадион так стадион А это будет ринг так ринг Как вам это? Вы сейчас про форму А я вам буду про содержание Про содержание? Вот содержание Это будет просто Короче, лучше, чтобы это не исполнялось Нет, нет Надо, чтобы было Они же будут продавать билеты Продавать трансляции А что делать? Это как вот кукла надувная Взял, да? В каком-то раз пункте рассказывал Про формулу Штанмайера? Не знаем мы про фунные куклы Ничего Подожди Это подходит в колуарах К Тищенко и спрашивает Ваше мнение по поводу формулы Штанмайера А он нам про куклы Кто такой Штанмайер? Да Не, ну я думаю, что зеленой команде Я вам надо менять Актуальная тема Кандидата 92-летняя бабушка Сбежала из домашнего карантина Через окно И перепрыгнула за борт Чтобы купить платок на Пасху Правоохранители пожалели старушку И не стали штрафовать на 17 тысяч Как тебе эта новость? А это не фейк? Это не фейк Это реально на Закарпатии Бабушка вылезла через окно 92-летняя? Да Ее семья закрыла Чтобы она соблюдала режим Карантина и самоизоляция Мне очень много людей говорили Что вообще на Закарпатии Чистый воздух Как и на Прикарпатии И на Закарпатии Большие окна Да, и бабушки В 90 лет Могут перепрыгивать через заборы И выпрыгивать из окна Из-за чистого воздуха? Экология И через козла Здоровье Вернулись дельщины Да И все остальное В Днепре скоро крокодилы будут плавать Все, динозавры вернутся Но на самом деле Смотрите Картивные бабушки Наши бабушки ничего не боятся Конечно, что и боятся Тем более в 92 года Ну типа Если бы даже полицейские Оштрафовали на 17 тысяч Меня в 92 года Что бы ты сказал? Да ради бога Приходите в следующем году Ты бы сказал Хоть на 34 штрафуйте Ну то есть Мне было бы все равно Знаешь, в чем еще прикол? Что на Закарпатии Реально есть Еще бабушки Которые умудрились пожить В пяти государствах Знаешь, за свою жизнь И она рассказывает И она говорит Слушайте Вы что первые меня тут штрафовали? Речь поспалит Меня не смогла штрафовать Меня и Югославия Боже, Югославия Венгрия И Австро-Венгрия Не смогла штрафовать И Чехословакия И Советская Украина А вы тут И незалежно Так что свободны все Да Хорошо Так что, знаешь У многих сейчас По три паспорта А у бабушек По пять за жизнь Вы хотели бы дожить До 92? Смотря где До 120 вообще Обычно говорят Поэтому Но на этой неделе Еще прославилась тем Что у нас Снова выпал снег Да И у нас зимой Не было снега А тут Не, ну у нас был феврард И наступил феврель Нормальный совершенно месяц Например, во Франковске Вообще снежный покров Достиг 16 сантиметров Так можно на лыжах кататься? У нас даже есть видео Класс Слушайте, ну нет Джингл Да, да, хорошо А что Ну что Нет, просто все Кто пропустили Смотри, вот такой снег Крутой снег А когда Снежное мракобесие Там, например Знаете, оно летит И тает сразу же Причем слякоть А ты на летней резине Я, во-первых, на летней резине Во-вторых, машину только что помыл Ну то есть, понимаете Это совсем не то А вот это красота У нас еще есть Одна прекрасная новость Со снегом связанная У нас сейчас идет Украинская онлайн-школа Это уже и смешно Да И в рамках этой школы На одном из уроков Белых медведей Поселили в Антарктиде Ну как поселили? Записали? Вот у нас есть даже Пересели Пересели Сделали новое Да, у нас есть слайдик оттуда Привет Ложка снег Пишет тебе медведь за Антарктичного Пивостров Оно, кстати, такое Пивостров действительно есть Украинские полярники Зі станции Академии Ковернацькой Показывали мені твои відеоуроки И я плачу Ти згадуешь про різных тварин Розповедаешь про котов, собак, кролев А ведмед Невже у света забули про ведмедов Чекаю на урок про нас Білих и бурых, великих и малих Бережи себе щиро, мишка Ну на самом деле Мишко, мишко Я просто представился Мишко, это не преподаватель Работников станции Академии Ковернацкого В Антарктиде Где медведей, кстати, нет Где медведей нет Может, они привезли одного? Поселили Ребята, на самом деле бедный умка Понимаете, у него там когнитивный дистаноз Слушайте, это ж не Ну как-то вот объяснишь это Нет, есть еще один случай Это действительно У нас есть, кстати, видео Можем сейчас посмотреть Потом это обсуждить Пожалуйста В 58-м уроке Цар Иван Грозный Почимает так званую ливанську вину Это была вина с ливанским орденом И основная идея была и в том, чтобы Россия отримала вихід до Балтийского моря Это была надвичайно корысть Нет, на самом деле поход был ради ливанских кедров, ребята Ну надо же было строить, правильно? Я бы вообще этот урок вел по-другому Как? Российский цар Иван Васильевич Грозный Бив свою невестку Вбив своего сына Був деспотом И влаштовывав оргии Вливание Зи своими боярами Вливание И урок для шестого класса, да? Нормально И такие родители И вообще-то Примененные к экрану Подождите На слове оргии На слове оргии Уже, по-моему, Ирина Герасченко говорила, что поруби готовить вести уроки Он бы в такой манере уже, наверное, и засчитал бы Нет, поруби бы говорил, что Иван Грозный Это родоначальник Вот смотрите, Ирина Герасченко Она не могла не высказаться Тоталитаризма Да, европейская солидарность выступила за десятилетия Это, кстати, мой скрин, если вы Да, может быть Потому что я красным пакчерком Ну так, может быть, мы тебя пригласили Видите Красной линией появились Как учитель Вспільно тебе долучилось до трансляции шкільной программы В умовах карантину Або в першу чергу Осильские дети, которых нет дома компьютеров и интернету Мали рівный доступ до освіти Наша идея начала влада, но творче Бла-бла-бла-бла Короче, из серии Мы вертаемся, что до Министерства власти З вимогу залучить доловизийных уроков З вимогою уроков Володимира Ветровича и Андрея Порубія Вони мають базову освіту Я с радостью возьму участь в уроке Украинской мовы и литературы Ирина Герасченко Петро Порошенко, Иванна Климпушценцадзе И Мария Иеонова Перфектно выкладают урок англійського мовы А Олексій Гончаренко французь Как вам история дальше? Прочитай про фазову освіту Фазовая освіта Порубія Это какая? Освіта по фазі Это ошибка по Фрейду Фрейд Ирина Герасченко Это же вообще единое целое Сам вот этот вот Пост, он очень интересный История от Ветровича и Порубія Потому что таки поубий Пам'ятай як СБУ Понимаешь? Только он может рассказать Как было Нельзя смеяться над физическими вадами человека Но с другой стороны Вот про смех Кстати, мама Марии Ионовой Моя учительница По Малой Академии Наук по Истории Да ладно Серьезно Вот, честно Поэтому пользуясь случаем Передаю привет Вот, поэтому мне интересно Я думаю, что если бы на самом деле Хотели найти хороших преподавателей Они есть И можно было бы их найти Просто когда политики Хотят быть одновременно И учителями И, не знаю, и лидерами мнений И вот это странно выглядит И они просто хотяты Хоть где-то подработать Вся эта история с уроками На самом деле она очень печальная И каждый Каждый Ну, может перед камерами ошибиться Конечно Мы все с вами работаем В этой истории Это нормально Мы все, маму, право на повылку Дело не в этом Смотрите Но когда Когда я работаю в прямом эфире А я всегда работаю только в прямом эфире Не знаю И что-то говорю, что-то не так Например, там какую-то цифру неправильно сказал И тут кричать тебе Мне говорит Редактор сразу сидит Ну, просто красный Сидит, орет на меня в наушник Исправься Я сразу же исправляюсь Здесь же Вот у этих вот организаторов Не было И у учителей Не было редактуры Да То есть они записали урок Нет, сама идея На школу нормальная Знаете, что сейчас произошло? Я согласен После этого флешмоба Каждому представили редактора Теперь перед тем, как это выдавать в эфир Редактор все проверяет Все-таки сработало Понимаете? Редактор Созывание не ниже профессора, да? Смотрите Дело в том, что Ну, ведь флешмоб В поддержку учителей начался Не просто так Не нужно путать Есть буллинг Учительский И это наверняка Обвиняли непосредственно учителей Что они плохие Мешали с дерьмом Да, вот именно А есть организаторы В радио Ямая права на помолк Ну, это вообще прекрасно Я уже разговаривал с организаторами Очень сильно извинялись Говорили, что ошиблись Хэштег неудачный Они имели в виду только поддержку учителей Конечно Таксист на помолку Права на Майя Бахнуть перед рейсом не может Хирург тоже Ну, то есть, понятное дело Они поддерживали только У нас есть еще подборочка Только Только учителей Потому что, ну, посмотрите Уже все критично относятся к слугам народа Вот такая вот любая оговорка по Фрейду Не, ну просто мастера контента, знаешь Зашли в каждую ленту просто Ну, слушайте Я тоже понимаю, что они имели в виду Что тут идею о том Что, в принципе, это учитель, да И не нужно хейтерить учителей Ни в коем случае Но сама придумав вот этот такой флешмоб Он был, ну, скажем так То есть, после этого Вот этим товарищам Надо тоже представить будет Электрос, которые бы контролировали Какие они флешмобы Хэштеги запускают Все очень плохо у нас с образованием Вообще, вот глобально плохо Ну, когда у нас есть Иван Грозный, который Ливонский Не Прибалтику, да А Ливанскую Да, тут никто рядом там все Ливанская, Ливан Ну, это на самом деле Даже не похоже на ошибку Это похоже просто на незнание Да Вот глобальное незнание Ты закончил какого-то там Драгоманова или Какие-нибудь Ну, ты так слышишь Ты на Драгопед так не на этого Смотри Не наезжай У меня есть несколько знакомых врачей Были Были такие знакомые Сейчас они исчезли из моей жизни Которые закончили Одесский мединститут Они его закончили с красным дипломом Ты же знаешь, что... Я никогда в жизни не пойду Не то чтобы к ним на прием Не, но есть же это правда Что выпускники медвузов Не лечатся у одногруппников Знаешь? Мне понравилась фраза Максима Которые исчезли из моей жизни Не счастливы Не счастливы Это конечно Ну, то есть Это правда Нет, есть такой фильм Не шутите с Зоханом А я бы сделала еще Не шутите с Назаровым Не, я с ними ничего не делал Я просто... Они антернами были В районной больнице Ну, это страшно То есть теперь В ужасе там В Польше Да, в Италии Куда они там Нет, ребят Мне кажется, что мы же начали... Кстати, новость Новость В доме Николаева раскрыт Медики неправильно брали анализы Может быть, это как раз Вот эти медики Феномен Игоря Николаева Рассказать невозможно Медики неправильно брали анализы Да, я знаю эту историю Я же сам оттуда Поэтому... Да ты что Там особый протокол А как вам версия Губернатора Николаевской области Стадника О том, что В Николаевской области Не зафиксировано Ну, на тот момент Ни единого Случая Потому что Она сохраняет Николай Чудотворец Ах, вот она Ну, конечно Почему нет А потом выяснилось, что анализы неправильно В частности, медицинские сотрудники Используют нестандартизированные пробирки И некачественное химическое вещество Несоответствующее определенным нормам и стандартам А у вас тут можно только смеяться Или можно печально? Можно Можно все Просто понимаете В Николаевской области Я подозреваю, что Я подозреваю, что Во многих областях Но я просто по себе знаю И по Опять же, мои знакомые Друзья, которые живут Вот у нас В маленьком городке В Первомайске Ставят Каждому Второму Диагноз рак Ты просто приходишь Голова болит Рак мозга Причем Могут прямо в глаза сказать Направляют в Николаев В Николаеве Ну Да Сложные формы Человек в панике Понятно Тратит кучу денег Едет в Одессу Едет в Киев А там А там крутят У виска И говорят Это что? Это кто вам такое сказал? У вас мигрень Вы понимаете? Но это Это сейчас не все Это не все Я просто Я говорю о конкретных случаях Которые были Которые есть Диагноз по фотографии Да Диагноз по фотографии Да Но это очень страшно На самом деле Это Это убивали Годами И очень страшно Я Честно Я не хожу в государственную больницу Но опять так Это не только Самому фигуранту Родственники Знаешь Это все Это вообще Это издевательство Конечно Ну а что ты себе Вообще думаешь На мэра Первомайска На губернатора Мне говорили На самом деле Есть такая возможность На местных На местных пойти Макс Если тебе надо Три политтехнолога Слушайте Во-первых Зарплата максимум 15 тысяч Заходи 15 тысяч гривен Подожди В Первомайске Ты больше не потратишь Добрый Здравствуйте Конечно Да Да Конечно Не потратишь Там цены такие же Здесь Но притула вряд ли выберут Но Такое Ну ты Слушайте У него есть поддержка Там большая конкуренция Кличко, Тисенко Еще притула Нет Ну если ты вспомнил Бахматова То там реально Может быть весело Это конкурс На самую смешную шутку Кстати Пользуясь случаем Ждем и притулу И Бахматова Все кто хочет Попробовать себя Прежде чем идти на Киев Хотя бы программу Правильно Отшутить А потом Будем дальше смотреть А вот у нас Более скажем Кто хочет идти на президент Как база тестирования На коронавирус Стала общедоступная Я думаю Все слышали Одну из топ новостей Да Этой недели Что база улиц Где были зарегистрированы Случаи с коронавирусом Она попала В сеть И там кому Кто-то говорил Что это не настоящая база Потому что некоторые адресов нету Но сам факт Вот должна ли такая база Быть общедоступной Чтобы соседи пришли с вилами Да По дверь Я думаю нет Почему Ну во-первых У каждого Должно оставаться Право на конфиденциальность И они это подают Что Там уже не указывают Конкретную номер Или фамилию Квартиры Нет Там есть номер квартиры По-моему нет Есть там номер квартиры По-моему нет Я смотрел эту базу Там есть просто номера домов Я смотрела свой Голосеевский район Есть конкретно номер дома И квартира Поэтому не надо Лиша Медила Твоя есть? Нет Саша смотрела Нет Я действительно смотрела Мне было интересно Потому что Ну вы знаете Что у нас же после Административной реформы В Киеве Когда нам укрупнили районы У нас большие районы В Киеве И Вот в мой Голосеевский Там входит Разгон от центра До теремков Поэтому надо было посмотреть Какая ситуация То есть как обезжать машины Эти дома Вот так И поехала к каждому Лично Разобралась с каждым Нет Так они все же в больнице Наверное А черно спиртом Антисептикал Антисептикал Я вообще нельзя Ну смотрите Это такая паника будет сеть у соседей Во-первых Паника у соседей После новых санжар После тернопольских врачей И вообще поведение На наших украинцев На разные реакции И их оценка Будет гидропарк вспомнить Эти качков Как вообще можно Они же могут реально сжечь Что стоит Это развлечение в Киеве Разбери брусчатку Собери брусчатку Если у нас в Украине Людей сжигают За политическую позицию Что стоит сжечь За коронавирус Ну то есть Это очень страшно Да Алексей Что там у нас еще У нас есть такая Прекрасная новость Владимир Зеленский Пообещал миллион долларов Украинцу Который изобретет вакцину А коронавирус Я создал вакцину Ты уже изобрел Да Уринотерапия Бабушка гнала Всю свою жизнь Спиртом обтираться Внутри? Снаружи? Там не спирт Теперь это называется Теперь это называется Попрошу Антисептик Первачок Гнальт антисептик Кстати об этом заявил Уже нам упомянутый Лешко Я вам открою секрет Президент попросил Чтобы я написал письмо Нашим академикам И пообещал Что если кто-то Изобретет вакцину И лекарства Или лекарства То получит Не знаю из какого фонда Минимум Минимум Миллион долларов Я знаю из какого фонда Не знаю из какого фонда Это вообще все фонды В Украине Откуда выделяются деньги Потом отмываются Минимум миллион долларов Подождите Алексей Я знаю этот фонд Фонд который Зеленского свозил в Омана Потом назад на самолете Привез Этот фонд Всем известен Миллион долларов Это 20 По курсу 27 миллионов гривен Смотрите у нас есть Фонд президента Украины Ему сократили Ну вообще полностью Убрали в этом году 500 миллионов Я думаю что из этого фонда Можно было бы выделить Дело в том что Понимаете Ну типа За голову этого преступника Я даю вам миллион Украинцы так грубками собираются Коня и полцарства Да 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 Давайте чудить вакцину От коронавируса Ну а ты не думаешь Если бы просто миллион долларов Вложили бы в развитие Да и как бы в индустрии Развитие института иммунологии Ну как минимум Мы уже забудили хотя бы тест Там же есть проблема в том что Его никак не могут запустить Нормально Производ Врачи не могут выйти на работу Без зарплаты Разумеет То есть чтобы его запустить Нужно миллион А чтобы дать миллион Нужно изобрести вакцину И так по кругу мы ходим Зам тот и круг Да Порочный как всегда А вот Одесса у нас Всегда славилась Помните у нас там когда-то Выдвигались и Дарт Вейдер И вот Бэтмен и Робин Отвлеклись от наведения порядка В мире И раздают жителям Одессы Медицинские маски Мы можем даже посмотреть видео А чего ты со своим плащом Еще не там Что такое Все супергерои Собрались в одном месте Алексей Непорядок Идея Бэтмен и Робин Ну Одесса Не знаешь почему Бэтмен Ребята Знаете почему Бэтмен Потому что ведь Говорят что Вирус то пошел От Ребята Вирус то пошел От летучей мыши Вот Бэтмен и выгребает Ну ты понимаешь Просто он объясняет Что на самом деле Это не я Это чисто случайно Приходи на темную сторону У нас есть перчатки Маски и респираторы Вот это хорошо Я считаю что Да и так еще подпись Люк я твой папка Приходи А вы вообще как Карантините в данном случае Вы соблюдаете Чего без перчаток Как это Без масок Мы в Чешвером С вами собрались И делали на расстоянии 27 годов друг от друга Украинцы на карантине Перешли с вин и вермутом На тяжелый алкоголь Интересно Никогда не С тяжелого алкоголя Временно перешли На вин и вермут За месяц карантин А потом обратно вернулись Не очень увеличилось Количество продаваемого алкоголя Но немного изменилось Предпочтение покупателей Так на несколько процентов Выросли продажи Крепкого алкоголя А продажи украинского вина Игриста и вермутов Немного просели Что там в гудвайне Расскажи нам Что там просили Знаешь это как дети Общили дедушку Ничего там Секунду Мы заметили тренд Когда люди стали Намного больше тратить На продукты питания Однако чаще Покупать алкоголь Начали именно мужчины Ну Смотрите Я на самом деле Наоборот Сервация такая Бессмысленная Беспощадная Наоборот Я как бы Виски люблю Или ром Я вот давно Уже не покупал У меня какое-то такое Нет у тебя Пиратских приключений Йо-ху-ху Шампу Не было раньше Попугай Треуголочка Все как надо Попуая не было Рыбка Рыбка А сейчас как-то Шампуэ Какое-то вино Такое просто чисто Символическое То есть наоборот Перешел на более легкое Чтобы долго Ну ты долго играющая Неинтересно Неинтересно Не заканчивающийся Новый год Кстати Скоро же Производство Тоже упадет Оно же некому Будет работать На всех этих Виски-курнях Они же все На карантине сидят Да конечно У них там антисептики И некоторые Кстати Вот у нас даже Картинка использует Да Просто прикрутил Сверху Антисептики Знаете что я сделал Я просто Я вчера У нас закончился Дома антисептик Ну просто закончился Я беру Думаю Пока жена не видит Возьму ее Духи Перелью Не я перелью Попшикал на салфеточку Протер телефон А у Диор Оно не просто пахнет Оно въело Сейчас Ну блин Мне было Не слушай Не ну может тебе нравится Теперь нюхать Она чувствует Знаете У нее спальни Такое Заходит А я Говорит Ты что Долбанулся Что Слушайте А рекомендации Доктора Комаровского Про абсент Вы не смотрели Он говорит Ну там на самом деле А после рекомендации Он еще какие-то рекомендации давал Да Что фокус же в антисептике Не просто любой алкоголь А определенный градус алкоголя Так вот Он сказал Что да Говорит Если у вас там завалялась Бутылочка абсента Пожалуйста Капли абсента И все Короче нормально Ну можно А под Киевом Задержали обнаженного мужчину Который призывал творца В ЖК Чайка Чего-чего У нас есть видео ЖК Чайка Это как раз рядом С Крюковщиной Где-то там В Киево-Святожинском районе Киевской области ЖК Чайка Полиция держала Обнаженного мужчину То есть вот Он не кричал Как в прошлый раз Андрюха Вот этого не было больше Это Киево-Святожинский район Полчаса Вот пишет Я так понимаю Девушка Которая живет В этом доме Полчаса стоял Стоял Сейчас Вот тут ты завис Почему-то Под моим балконом Сегодня Сегодня Знакомьтесь Александр Сын творца Полчаса стоял С криками Творец Возьми меня Я готов Конституция Незакон Нас хотят загнать В электронное рабство Электронный концлагерь Я понимаю Если бы это было ЖК Белая Голубка Понимаешь Тогда было бы Как бы знаешь И Дух Святой снизошел А тут как бы ЖК Чайка Мне кажется Вот эти новости Увеличилось потребление Тяжелого алкоголя И Следствие Ну как бы Святая вода Ну как-то Либо же Потому что Карантин уже Социально разлагает Общество То есть Самоизоляция Самообсервация Слушайте В Украине Как и Во многих Постсоветских странах Все очень плохо Последнее время Последние годы С психиатрией Вы же понимаете Койко место Найти невозможно Не просто Они закрыты Псих диспансеры Что там в Казахстане Нам покажут У соседей Ну а как Надо интересно А что там Сейчас нам покажут Подвисло что Там прям Там прям какая-то Особая история Психиатрия Так кстати Тайстане Чернобыла Сегодня Вот смотрите Как тут Выглядит Вся эта история И Нокия 3310 Нормально Эриксон Это так должно быть Разве нет Ну такой Звездный воин Кто И определи Кто из них Экс-министр Здравоохранения Украины Это Каза Сияла Чернобыль Но Смотрите У нас продолжение Полумеждународной тематики Вот ТСН пишет Что задержанный Российский шпион Прятал на спине Два кинжала Ух ты Может быть вы слышали Да У нас же Неделя громких задержаний Вот Альфовцы Поймали иностранца На горячем Когда он получил документы О новейших системах Наведения боеголовок Мужчина был Длинным Кожаном плаще Из-под которого Выглядывали Два кинжала Два кинжала Нет Это Дункан Маклауд Знаешь Согласно Предварительным выводам Эксперта По вопросам тайны Разглашение информации Которую получила Странница Угрожает национальным Интересам И безопасности Государства Ну Вот как Вот как Вот вы Вот это Как Финишки Фаталисе Обязательно ли То есть я так понимаю Что вот по версии СБУ Получается для того Чтобы быть шпионом Нужно во-первых Иметь кожаный плащ Неплохо Ну а вот в доме Татьяны Черновол Вот Детективы ГБР Нашли целый Арсенал оружия Мы можем увидеть Фотографию Всего этого И красное платье Должны были Хорошо хоть не нашли Гардероб с красным платьем С красными Платьями Татьяна у меня в эфире Рассказывала Что у нее не одно Не одно платье Или не одно оружие Просто красное платье Это тоже оружие Вы не знаете Да По оружию Пускай выточняет следствие Непосредственно Нет Татьяна гордится Нагрудным автоматом Татьяна из тех Да Татьяна из тех украинок Которые Или украинцев Как правильно будет В массовости сказать Которые считают Что в крайних случаях Можно нарушать закон Если нельзя Но очень хочется То можно Да Ну как бы Из каких-то Патриотических видений Я вспоминаю сразу У меня был Несколько лет назад Такой горячий эфир С депутатом одним Из Умани Который Вот сейчас Этим летом Прошлым летом Получил рекорд Обошел всех слуг Не только на Украине А вообще по всей Украине По процентам Яценко Обошел всех слуг Да Ну это вообще невозможно Потому что Ну там Вот в Умань Это какая-то Хасидская диаспора Да Это даже хуже Филатова Вот Да И значит Он прямо у меня орал В эфире Что он будет Кнопкодавить Если это вопросы И он прям признавался Да Он говорит Я буду кнопкодавить А он был там Лидером по кнопкодавству В прошлом созыве То есть он не только за себя Горит Да Все это Бред Если я считаю Что это правильно Я буду кнопкодавить Я говорю Так вы же нарушаете закон Да мне Ну такое Понимаете Поэтому Украинцы видимо А он носил кинжалы за спиной Не знаю Может быть Что у него вообще там за спиной Хорошо, что у Татьяны Хотя бы не нашли миномет А наш командир миномет Новороссиотов Мне просто кажется Мы медленно приближаемся К тому, что у нас Порадовать наградные танки Ну да Че медленно Мы по-моему Стремительно Не, ну просто Если у нас есть Наградные автоматы Да То есть ты как бы думаешь Да, в Кончезаспе Где-то в гараже Стоит свой собственный танк Наградной Ну или БТР какой-нибудь Нет, так подождите Мы просто видели списки Наградного оружия От Министерства внутренних дел От Министерства обороны Которое тоже награждают Не видели Там наверное есть Эта техника У нас как бы Министр внутренних дел Любит наградное раздавать Да А Министр обороны Как бы не замечен Поэтому Не знаю Не знаю А вот ГБР В разговор коронавируса Решили закупить 50 пар Тактических перчаток По 4000 гривен Знаешь На самом деле А чем эти перчатки Хуже чем Руженый Киев Укрзалезницы За 100 долларов Подожди На БУ были тактические носки Нормально На БУ были тактические носки Два года назад На БУ Слушайте Тут еще есть описание Житомирская фабрика Тут есть очень важное описание Перчатки должны быть Тонкими Удобными И ветрозащитными С усиленными участками сцепления Полностью Ветро-непроницаемыми Но максимально Воздухопроницаемыми Изнутри Дышащими То есть Просто обычные носки Это из описания Лота Обычные носки Это легка хода А тактические Это вошка хода То носки А перчатки Это медленно Материал должен сохранять Тепло и комфорт Даже в самые суровые ветра И во время сложных операций Одновременно Обеспечить максимальную мобильность Я смотрю Что ты хочешь уже При этом материал должен быть Компактный и гибкий Все перчатки должны быть черными Судя по описанию Это перчатки садовода Обычные резиновые перчатки За 20 гривен Продают по 4 тысячи Я правильно понимаю? Ну Вот выглядит Мне кажется Это стартап неделя А это что? Это в Прозоро появилось? Да Знаете вот У меня впечатление За все эти годы Существования Прозоро Как бы нас Прозоро Просрачно Ты хотел сказать Раньше Скрыто нас А сейчас Уже Прозоро Понимаете? Ну так Это изобретение Макса Нефедова Это потому что В правительстве заявили Что В Украине ожидают Экономический бум После отмены карантина Им по хори Ренессанса Я слышал И укрикли я Вот Ну а здесь Экономический бум В позднем возрождении, вы ему же так говорите. Нет, самое главное, ну подождите. Так в его словах есть истина. Потому что когда, вспомните, президент комментировал Новый Санжар и говорил, что Украина европейская держава, да, Лача Сивса Средневидча, то как бы слова крикли я, вернувшись в эпоху возрождения, они абсолютно реальны. Потому что украинская экономика эпохи возрождения, я думаю, и там мы, может быть, даже не дотягиваем. То есть у нас появятся свои Данты там всякие. Ага, станок Гутенберга, да. Леонардо да Винчи. Да, да, да. Ты знаешь, я думаю, что... И это, кстати, крикли и говорил. Все находятся в ожидании, и другие страны, и крупные компании готовятся. Понятно, что... Так что, если они используют... Так что... С ломбку. То есть, они используют карантин для того, чтобы лучше подготовиться. Вот да. Особенно у корзалезницы, наверное. Подготовиться. В эпоху Ренессанса. Подготовиться, вымоет все вагоны и покрасит. Эти обосанные электрички наконец-то. Мыло будет. Мыло будет. Ты, кстати, знаешь уже точку, где можно купить бумагу? Ты им сдашь, пускай тоже появится. В... 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 В залезнице. Ну, конечно. Да. Я думаю, такая не появится. Но, заметьте, у нас, я думаю, предприятие на самом деле уже к этому готовится, потому что Министерство закордонных справ выделило 10 миллионов гривен для надания гуманитарной допомоги Республики Албании. Ага, да. Это вообще... Албания вообще прекрасно. Это же... Туда на море поедет. Гуманитарка не связана с коронавирусом, а связана с землетрясением, которое в прошлом году произошло... Четыре месяца назад. Да. Десять миллионов гривен Албании. Подождите, а когда обещали... А почему четыре месяца? Что... Вы знаете, что после этого произошло? Албания, наконец-то... Выделила Украину? ...назначила консула. Я думал, что-то выделила Украине. Такой обмен. Нет. Выделила Украине консула. Гончарук обещал и Австралии помочь, когда горели их леса. Интересно, а Австралия помогла нам в борьбе с пожарами в Чернобыле? Я не слышал. Нет? А мы... Кенгуру прислали. Киевский зоопарк. Нет, я даже не видел там от имени Австралии там Pray for... Чернобыль Forest. Смотрите, мы же с вами не какие-то там... Не человеки совсем, да? Мы же прекрасно понимаем, что помощь гуманитарная – это хорошо. И мы можем выделить 10 миллионов. Но я прошу прощения, когда у нас... Ай-яй-яй, да. Такой... Маски... Но дело в том, что... Не забывайте, что на фоне Минфини заявили, что дефолт они будут даже без сотрудничества с МВФ. Так зачем тогда, собственно, весь этот... А Сарасия-то против? Они говорят, нет. И это заявил как бы министр финансов Сергей Марченко. Нет. Он заявил, что дефолт будет только если будет помощь. Так же там же можно и так. И они говорят, нет, будет сложно, но дефолта не будет. Вот. Потому как бы... То есть министр сломался, действительно... Мы не знаем, кому верить, понимаете? Вот тут вот один... Значит, Архамия говорит, что банковский закон антиконституционный, да, а другие говорят, что как бы, ну как это он антиконституционный, ну вы что? Он антиколомойский. Все, да. Не понимаете, мы живем в королевстве кривых зеркалов. Нам просто надо, чтобы была приставочка анти, понимаешь? Вот без анти, а вот этот принцип баба-яга против, у нас всегда все анти. Работает. Анти. То есть до этого были антиукраинские, антинародные, антикоррупционные. Антикоррупционные. Теперь антиколомойские. Вот так. А когда будет антипенчуковский или антиахметовский? Ну что же какое-то развитие будет. Вот что может быть антипенчуковское, скажите? Что может быть анти? Решение о закрытии пенчуковского центра? Как минимум, да. Или телеканала ICTV? Корову достать из формалина срочно. Да, все, раздать. Вернуть ее обратно на пасты. Она уже давно вернула. Ну все. Ну вот поэтому, видишь. А антиахметовская что может быть? Все. Хороший вопрос. Как что? Против зеленой энергетики. Правда? Павлоградский. Что там закрывают? Все. Теперь будет только зеленый тариф. У нас здесь еще есть, на самом деле, прекрасные цены. В прямом смысле слова. Мы говорили об Ахметове. В Европе рекордный балл цены на электроэнергию. То есть такая новость. И тут сразу Украина ценная Европа. Да. У багатьевых европейских краинах цены на электроэнергию на 13 квитня стали видьемными. То есть доплачивали, если я там включаю. То есть, по сути, допустим, во Франции цена пустилась на 6 пунктов. В Бельгии наш 17. Я думаю, что это тоже наша помощь европейцам. Как вы думаете? Ну, учитывая то, что атомная энергетика в Украине абсолютно импортная. То есть в доминировании более 10 энергоблоков украинских, они импортируют электроэнергию за рубеж в Европу. То есть экспортируют. Ой, экспортируют. То есть это тоже... Видишь, как тяжело работать без редактора? Обычно бы сказали Макс. А вообще редактор мне говорит, Макс, не путай экспорт и импорт. То есть это должна быть гуманитаркой им. Да. Украина экспортирует электроэнергию. Вот именно атомная... Облгазы с Облэнерго не путай. Да, и все. Боже, а чем отличается Облгаз от Облэнерго? Я думал, это она контора. Это мы расскажем в следующей передаче уже. Еще из Европы одна прекрасная новость. Чешская полиция штрафовала нудистов, которые загорали на пляже без масок. То есть... Как вы понимаете... То есть это то, что ты без трусов загораешься? Это неважно. Это такие себе жонглавные справки. Главное в носочках. Нудисты в чешском городе, Лазанье, Бугданец, были штрафованы за то, что на пляже вместе с одеждой сняли с себя маски, которым всем жителям предписано носить в общественном месте. А пляж это у них хорошее место, нудисты. Нет, то есть снять одежду это такое дело. Так вот. Ну правильно. А вот маски... Ну так... Закрой рот! Прикройся! Ты должен быть в маске. Ладно, что ты голый. Главное, что анонимность сохраняется. То есть твои права как нудисты мы понимаем, но вот масочку, пожалуйста. На самом деле, очень похожая новость. Из Британии пара занялась сексом у Букингемского дворца. Процесс перерывали полицейские, которые попросили пару удалиться. Напомню им про это, о важности соблюдения социальной дистанции. То есть на газоне, значит, дворца можно, но только на расстоянии двух метров. Рядом с официальной лондонской резиденцией британских монархов, прямо на лужайке, в парке мужчина и женщина вступили в интимную связь. Пишет газету «Досан». Ты решил всю новость нам прочитать? Их прелюдия длилась 15 минут. Леш, от тебя это вообще слышать очень-очень странно. Нет, странно. У тебя же имидж интеллигента. Понимаешь? Ну, вот новость. Ты даже читаешь и краснее. Леша, ты после этого решил сделать британскую визу, признаваясь, что оказывается, Лондон – это не только Capital of Great Britain, но там еще можно и пошарить. Лондон получить визу очень сложно. Наших набор британских новостей, вылечившийся от коронавируса принц Чарльз в честь 15-летия свадьбы с Камиллой Паркер, показал своих собак. Это? А показал или выгулял? Показал. А почему не корги? Почему не корги? Что такое? Непорядок вообще. И без маски собаки. Что за бунт вообще? Собаки без маски? Да. У них Чарльз и Камилла позировали на крылечке свое имение Бирк Холл, который находится в Шотландии. На руках пара держит собак, которые зовут Блюбелл и Бет. Породы Джек, Рассел, Терьеров. Это которые в маске снега. А не коргов, которые всю жизнь держит королева Елизавета. Я обожаю это. Это моя любимая порода корги. Корги? Они шикарные. Вообще, я просто умиляюсь настолько. Такие лапки коротенькие. Задница это. Нет, Джек, Рассел тоже очень веселая такая собачатина. Я же говорю. Я уже потерял нить о чем. Джек, Рассел. Джек, Рассел. Это вот эта собачка. Бертран Рассел, я знаю, ты философ. Королевская семья. Из своих уст, Леша, это опять слышать очень странно. А не трансфор, это короняга. Главное, чтобы не дворняга. Да. Не двортерьер, да? Да, потому что если в королевской семье у кого-то появится дворняжка, то представьте тогда в таком случае, кто сможет претендовать на британскую корону. Извиняюсь, дворняжка, их уже лишили титулов и отправили в Канаду жить. Какой-то. Жестокий. Ты прямо сейчас в эфире Меган Марк. Как вы с ним учились? Нельзя. Как вы с ним учились? А мы с ним не учились, он на два курса младше. Вот. Еще и малолетка. Принц Гарри и Меган Марк уже поехали, хотел сказать, в колонию, но не в колонию, а в Канаду. Кошло. Ну, бывшую колонию. Кошло люды. А в это время Борис Джонсон выписали из больницы Бориса Джонсона. А были вот эти плакаты? Борис, Борис. Смотрите, я вам другую хочу историю рассказать. Борис-то не прав. Вот другую историю. Вы же знаете, я не знаю, насколько это правдивая история. Говорят, что может быть правдой, но больше похоже на шутку. Но все же, новость ценная. Надежда Бабкина. Да. Ее ввели в искусственную кому из-за коронавируса. Да, специально, чтобы организму и аппарату было легче все это побороть и поддерживать состояние во время лечения. Она вышла по информации из этой искусственной комы, открыла глаза, сказала охренеть и зажилала жареной картошки. Ну, я не знаю, это как бы в стиле Надежды Бабкина. Аборисонт, что могут заживать? Брексит. Он же стендапер-комик. Я думаю, можно что-то шуточное там... Колумбни из газеты The Sun, Тревор Кавана признался, что на прошлой неделе он уже писал некролог премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который переболел тяжелой формой коронавируса. И некролог должен был начинаться такими словами. Китай убил нашего премьер-министра. То есть у нас говорят, рука Кремля, а у них говорят, рука Китая. Но это какая-то истерика по поводу Китая. Вирус-то китайский, Трамп сказал. Ну это Трамп так любит назвать. Потому что в Британии там были случаи, когда, вы знаете, например, вышки, которые распространяют... А? Нет. Ну шо ж ты так? Вышки, которые распространяют... 5G. 5G, да. Подозревали, что они распространяют коронавирус. И даже было несколько поджогов. То есть волнами. А в Британии их строит китайская компания Huawei. То есть это какая-то теория целая заговора. Смотрите, во-первых, мы помним историю с Huawei и американское противостояние этой корпорации, в принципе. Это все... Слушайте, не может быть какого-то громкого повода, чтобы Америка не наехала на Китай. Вот коронавирус это вообще идеально. А давайте позов на триллион. Так вот, да, у нас есть, кстати, об этом новое. США подали коллективный иск против Китая и требуют 1 триллион из-за коронавируса. Слушай, не там Бэтмен исправляет ситуацию. Мне кажется, что из Одессы срочно надо ехать. А что-то 1 триллион. То есть получается, как бы это покроет... Хулиард? Это покроет ровно половину того, что Америка выделала борьбу с коронавирусом для своих. Это же Huawei, должен быть хулиард. Более 5000 американцев присоединились к коллективному иску, требуя от правительства Китая компенсацию. Я хочу подать иск в суд на американцев. Какой суд? Печерский? В Соломинске. В окружной, седьмой. Из-за чего? Коронавирус? Ульяна Супрун? Нет, на демократическую партию США. Джо Байден. На Джо Байдена непосредственно. Иск на миллиард долларов. Я выиграю? Ну, вы... Тебе нужны хорошие адвокаты. Я обвиняю Джо Байдена в работе на демократическую партию США, а значит на посольство США в Украине, а значит на скрытых агентов украинского влияния. Которые могут помочь в этой ситуации. Конечно. Наши помощники, спонсоры, Баристас, компания, которая помогает. Я думаю, что они возьмутся, да, защищать тебя. Какая неприкрытая реклама. Да, и они врачам помогают, да, и вот. Консультируют. И вам помогут. Эль Кофина. Кстати, Баристас. Кстати. Лучшая компания для начала ИСКа. Для начала работы над ИСКом против демократической партии США. Зачем ты Эль Кофина домешал? И обязательно, обязательно надо, чтобы ты подготовил список, кого мы можем продать за миллиард. А просто за Луценко или кого-то, за Шокина давали. Нет, смотрите, на самом деле, ведь ИСК можно расширить. Вот, например, некоторые же болезни действительно пришли из Америки. Например, сифилис. От вас опять очень интересная информация. Чувствуете, когда Леша готовится к программе? Нет, просто, если готовить уже такой вот прям ИСК, то надо туда много чего записать. Главное нос не потерять, Алексей, в таких ситуациях. Самое главное и такая дрянища, и вообще слово, мне кажется, дрянной, это все пришло из Америки. Мы же прекрасно знаем самый главный миф, что американцы хотят уничтожить нашу ментальность, нашу культуру, наши традиции. Повыкручивать лампочки. Повыкручивать лампочки, выкупить землю. Ну, какие ж они гады, эти американцы. Вот. Поэтому ничего удивительного. И у нас еще есть, я думаю, такая вот, мы закончим прекрасной новостью, что в Ливане после усиления запретов на пользование автомобилями, в Байруте были замечены люди на лошади. Это в Ливане, где Ливанский орден, да. Или со столицей в Риге. Вот посмотрите. Ну, из Берута в Ригу маршрут называется. Нет, может быть. Это Зора. Да, это... Нет, это... Новый... Это вот наступление... Как? Ливанский орден? Да, это Ливанский орден. Кто послужит службу, как Иван Грозный? В данном случае. Может, это был Иван Грозный, местный. Айван какой-то. Слушай, а я бы на самом деле сейчас с вами поговорил об этих орденах, которые Иван Грозный устраивает. Вот это... Давайте в конце программы все-таки о чем-то нормальном поговорим. Что, вы зря собирались, что ли, да? Действительно. Ну, конечно. На самом деле, они запрещены. Вот в ряде европейских государств. Все что угодно. В связи с коронавирусом. Сенциальная дистанция. Вот последнее, да? Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина. Ну, у тебя злые опять новости какие-то. Ну, это просто последняя новость. Это последняя новость. Президент Филиппина. Понятно. Да, так. Мне просто последний человек. На самые интересные новости нам придется все-таки же прекращать нашу передачу. Про Орги Ивана Грозного на следующий раз подготовишься. Подготовьтесь, да. Да, поэтому тут самое время поблагодарить нашего спонсора, институционную компанию FinStream. Это сервис, помогающий малому и среднему бизнесу в Украине. Дает от 8 миллионов гривен на развитие бизнеса, а инвесторам хорошие дивиденды. И говорит Саша. А я поблагодарю уже, как Максим начал благодарить наших спонсоров, с вкусным кофе Эль Кофина. И в связи с пасхальными праздниками мы разыграем среди наших активных подписчиков комментаторов, нет, пасхальную корзину с вкусностями. Вот и ничего все. Присылайте свои... Ну как, еще нет. А что там за вкусность? Можно посолить? Кофе, чай, шоколад. Всякая красотина. Смотрите. Ты хочешь выиграть? Смотрите, ребят, значит, кофе, чай забирайте, шоколад мой. Тогда ждем твоих комментариев под нашим видео, в наших соцсетях. Подписывайтесь, лайкайте, колокольчики, ну все, что... Корзина будет ваша. Спасибо огромное Максу Назару. А можно в этой корзине светить яйца, там, колбасу? Конечно. В этот год лучше оставаться дома и не нарушать... Безбожница. Ну, ты какой! Вот и поговорим через месяц. Вот называется челлендж, кто-то останется дома, а кто-то сходит. Спасибо вам, друзья, за приглашение, за пасхальную корзину, за шапочки для душа. Ты смотри, мы обеспечили, вот видишь? Нет, сейчас эти бартерны. Нет, бартерна экономика пошла. Удачи вам. Мы будем в мумию играть в следующей программе. Помните, пожалуйста, что в следующий раз, когда мы с вами увидимся, вы придете ко мне и разговор будет совершенно другим. Наглым! Разговор будет наглым. Очень наглым. Спасибо. Спасибо, Макс. До свидания, счастливо. Дан,網持. Субтитры подогнал «Симон»!